Готов ли город К отопительному сезону? По работе нашей организации Я могу сказать, что в подавляющем большинстве Многоквартирных домов Город к отопительному сезону готов Там, где управляющие компании Не доделали какие-то работы Безусловно, они их доделывают сейчас Устраняют последние помарки Может быть, какие-то недочеты Но, в общем и целом, подавляющее большинство Многоквартирных домов В отопительный сезон Должны войти относительно гладко Конечно, я не исключаю, что по ходу дела Особенно на старте По отдельным домам будут сбои Но это неизбежность, с которой мы Каждый год вынуждены сталкиваться И поэтому я уверен, что и Администрация города традиционно Организует горячие линии, чтобы оперативно Взаимодействуя с управляющими компаниями Подталкивать их оперативно Недоделки свои устроять, которые сейчас не были выявлены И наша организация будет этим заниматься Поэтому, в общем и целом, я думаю, что В отопительный сезон мы войдем гладко Управляющая компания крупнейшего города ЖСК говорит нам, что на 98% Готовы объекты этой компании К отопительному сезону Но эти 2% они как-то влияют на то, что до сих пор Вообще в целом отопительный сезон В городе не наступил Нет, тот факт, что у нас не появилось В домах отопления, он связан только с тем Что у нас температура наружного воздуха Воздуха на улице Она не достигла нужных нормативных показателей Дело в том, что нормативными документами предусмотрено Что в течение 5 суток Температура наружного воздуха Должна быть ниже 8 градусов по Цельсию Среднесуточная Но в силу того, что у нас пока что Такого промежутка не было Да и в целом, чтобы какое-то количество дней подряд У нас было ниже 8 градусов Такого события не было Поэтому администрации города До сих пор не подписаны главой города Распоряжения о начале отопительного сезона Как только это событие наступит, то соответственно Соответствующее распоряжение будет подписано И управляющие компании отправятся в подвал Открывать задвижки и подавать тепло в многоквартирные дома Мы видим сейчас, что еще до начала официального Отопительного сезона И подписания распоряжения мэром В некоторые социальные учреждения Во-первых, в детские сады Уже подается отопление Вообще, насколько это законно? Это вполне допустимо Дело в том, что понятно И понятно беспокойство многих родителей Относительно того, чтобы в детских садах было комфортно Чтобы дети не болели, не простывали И со стороны администрации города Шаг вполне оправданный Потому что обеспечить комфортную температуру В объектах в социальных учреждениях Возможно, опять же Не дожидаясь соответствующего распоряжения Просто открывая задвижки И подавая тепловую энергию Теплоноситель в сети Внутри социальных объектов Дело в том, что мы в любом случае понимаем Что эта вся работа настроится для того Чтобы в городе было комфортно проживать Чтобы в нем было безопасно проживать И если есть техническая возможность Подать тепловую энергию В объекты в социальные учреждения То почему бы этого не сделать? Сейчас говорят, что даже многоквартирные дома Могут подключиться Открыть задвижки Раньше, чем распоряжение Подпишет наша мэрия Действительно ли они могут это сделать? Задвижку открыть никто не запрещает Слесарь управляющей компании Если ему поступит соответствующее распоряжение В подвал спустится И задвижку откроет Более того, учитывая, что у нас В связи с определенными решениями Которые были приняты правительством До конца года Запрещены проверки надзорных органов То даже если управляющую компанию Кто-то захочет наказать Этого сделать не сможет Потому что проверку проводить нельзя И полнопочия надзорных органов нет Поэтому опять же Во благо жителей многоквартирного дома Этим могут управляющие компании воспользоваться Для того, чтобы коммунальный ресурс подать Просто пользуясь тем Что нынешняя правовая ситуация В стране и в городе у нас Она складывается таким образом Что за подобное благое действие Никакого наказания для управляющей компании не будет И тепло в доме может оказаться раньше Вот сейчас и к нам Многие зрители звонят и говорят о том Что холодно в квартирах Где тепло И наверняка вам тоже жалуются Почему нельзя начать все-таки Отопительный сезон Раньше, чем Чем вот эти 8 градусов Да, будет в течение пяти дней Потому что закон же это позволяет Не позже, чем вот Плюс 8, да В течение пяти дней Потому что есть определенные требования И в других муниципальных образованиях И даже в истории города Красноярска Были случаи, когда Главой города принимались решения О том, чтобы Начать отопительный сезон И даже И несмотря на то, что Люди были согласны Даже Что было в квартирах довольно тепло Потом поступали предписания Вот надзорных органов В адрес администрации города Что и неправомерно Посуществили такие действия И начали сезон Вопреки требованиям Федеральных норм Вот правового поля Поэтому здесь просто Идет последовательность действий Которое выстраивается Исходя из федеральных нормативных актов Сначала наступает Вот событие В течение пяти суток Ниже 8 градусов по Цельсию Потом Подписывается распоряжение Дабы просто этого избежать Но опять же Учитывая, что у нас Сегодняшняя ситуация Позволяет Ну, мягко скажем так Обойти вот эту норму То и объекты Социальные учреждения Могут быть подключены К отоплению И даже многоквартирные дома Опять же Пользуясь тем Что есть такая Техническая возможность А юридически На это повлиять невозможно Вот второй сезон По-моему Если не ошибаюсь Горожане платят За отопление По факту потребления То есть Чем раньше отопление дают Тем больше Человек заплатит Фактически Это является ли сейчас Сдерживающим фактором Может быть для мэрии Ну я думаю Что это вопрос Вот именно Консенсуса Когда предлагают Гражданам В многоквартирном доме Принять решение О том Чтобы начать сезон Раньше Это вот как раз Вопрос их согласия На то Что если у них в доме Есть общедомовый прибор Учета Что придется Чуть больше заплатить Понятно Что это будут Не какие-то Астрономические суммы Которые мы увидим В январе В декабре Если у нас будет Холодная зима Но тем не менее На какое-то количество Там рублей Может быть сотен рублей Плачушка за отопление Будет больше Именно поэтому Логично было бы Обсудить это все На общем собрании Несмотря на то Что юридического подтекста Под этим обсуждением нет Принять решение Нужно нам это или не нужно И если нужно То соответственно Управляющая компания Такое волеизъявление Граждан Могла бы исполнить Даже когда Появляется распоряжение О начале отопительного сезона Бывает так Что не сразу После этого документа Подается отопление Есть ли какие-то Законно установленные нормы Когда вот уже Тепло до батареи Должно дойти И куда может жаловаться Если этого не происходит В течение двух дней С момента как мы услышим Что глава города Подписал соответствующее Распоряжение У нас тепло Должно поступить В наши многоквартирные дома Поэтому Если вот в установленный срок Мы это тепло В наших квартирах Не увидим Будет работать Телефон горячей линии В этом я не сомневаюсь Который организован Администрацией города Будет работать Наша горячая линия Можно обращаться И соответственно Будем уже каким-то образом Пытаться это все координировать Вот еще хотел бы вернуться К отоплению По факту потребления Мы видим Что даже За наши маленькие Клетушки Квартиры Астрономические Какие-то суммы приходят 3-4-5 тысяч За один месяц Как вы считаете Может быть Стоит вернуться обратно К тому Когда вся плата Разбивалась На весь год Пропорционально Здесь важно помнить Что мы Когда говорим Про отопление В течение отопительного периода И размазанными платежами Скажем так В течение всего года Мы должны помнить Что это все равно Будет одна и та же сумма Просто вопрос Когда мы ее заплатим Если мы При гладкой системе В течение 12 месяцев Платили 20 тысяч За отопительный период То мы Соответственно И при отоплении В течение отопительного При оплате В течение отопительного периода Заплатим те же самые 20 тысяч Вопрос только в балансе Поэтому эти решения, ну понятно, что это решение принимает правительство Красноярского края, не администрация города, не управляющие компании, не жители на общем собрании. Это такое централизованное региональное решение для отдельно взятого муниципалитета. И на мой взгляд, здесь вопрос именно учета потребностей получателей государственных гарантий. То есть это граждане, которые получают льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Проблема в том, что если у нас выдается экстремально холодная зима, вот как была самая первая зима, когда у нас ввели эту систему. Вот именно в этих условиях получается, что граждане, которые получают государственные гарантии, получают их не в том объеме, а который им положен по законодательству. Вот этот просчет был допущен, когда переход на эту систему был осуществлен. Это вот из минусов прямых. Другой минус, понятно, вы только что озвучили о том, что у нас есть проблема именно с негладкими потяжами, а зарплата у нас от месяца к месяцу не колеблется. Мы примерно получаем одну и ту же сумму каждый месяц. Но кому-то это стало... То есть с другой стороны, мы от граждан часто слышим, что кому-то стало удобнее. Им стало удобнее в том плане, что они говорят, мы никогда не понимали перерасчет. Вот нам каждый год выставляли перерасчет, какие-то суммы доначисляли, как он получился, показания приборов учета мы анализировать не умеем, как их проверить мы не знаем, а тут вроде как каждый месяц. Поэтому, на мой взгляд, здесь было бы правильно все-таки принимать решение о методе оплаты не централизованно на уровне региона или даже на уровне муниципалитета, а именно в одном отдельно взятом многоквартирном доме. Это, на мой взгляд, именно тот способ самоуправления, который можно было бы доверить жителям и у них спросить, а как им платить удобнее. Понятно, что ресурсоснабжающим организациям на 100% удобнее, если система не гладкая. Если, соответственно, месяц в месяц, мы сегодня там степло подали, завтра деньги получили, тепло подали, деньги получили. И нет вот этого самого отложенного платежа, за счет летних платежей, когда у нас выравнивалась схема. Поэтому, на мой взгляд, опять же, здесь не должно быть учета интересов ресурсоснабжающих организаций, здесь должен быть учет интересов жителей многоквартирных домов. И именно этот вопрос на федеральном уровне желательно было бы как раз передать на усмотрение граждан, чтобы каждый в своем многоквартирном доме такое решение принял. Но есть какие-то советы, которые вы можете дать жителям, как сэкономить вот эту оплату? Первое, что нужно сделать, проверить, подготовила ли ваша управляющая компания дом к отопительному сезону. Документы документами, но дополнительно присматривать не лишним. Нужно, чтобы вы не грели улицу, то есть ваш тепловой контур в многоквартирном доме должен быть закрыт. Второе, опять же, планируя на будущее, важно понимать, что прибор учета в многоквартирном доме – это еще не экономия. Учет – это учет, это весы. Но чтобы началась экономия, каждый многоквартирный дом, если есть техническая возможность, должен быть оборудован индивидуальным тепловым пунктом с погодным регулированием. Именно это устройство позволяет экономить тепловую энергию, избавиться от перетопов, которые у нас неизбежно возникают весной и которые неизбежно возникают поздней осенью. Вот именно в этом контексте у нас возможно построить систему, когда будет экономия тепла в отдельно взятом многоквартирном доме. Дальше больше, но это именно те шаги, которые должны быть сделаны первыми. В последние годы у нас меняется схема теплоснабжения города и выбывают из этой схемы неэффективные котельные. Вроде бы, а если так рассуждать логично, то неэффективные котельные. У них затраты на производство пары энергии должны быть выше, чем у ТЭЦ, который подает во весь город. Почему это не сказывается на тарифе? Дело в том, что неэффективные котельные, как явление, они имеют большую цену гигакалорий по той причине, что из одной тонны угля они производят один вид продукции – тепловую энергию. В то время как ТЭЦ производит и электроэнергию, и тепловую энергию. И размазывая затраты на две составляющие, получается единица каждой продукции дешевле. Простая арифметика. Почему? Когда мы говорим про малые котельные, мы когда сравниваем эти тарифы малых котельных с тарифами комбинированной выработки, тарифы комбинированной выработки становятся меньше. Проблема в том, что мы, может быть, не всегда это замечаем, потому что на сегодняшний день по городу Красноярску, по городу Канску приняты инвестиционные программы, за счет которых тарифные решения для энергетических компаний были утверждены в горизонте 10 лет. Эти тарифные решения довольно существенные. Мы оценивали, примерно за 10 лет рост составил 44%, в перспективе 10 лет. И, соответственно, именно из-за этого в рублях мы видим, что тариф довольно существенный. Но если сравнивать, опять же, потребителей тепловой энергии малой котельной и потребителя тепловой энергии, который запитан от большой теплоэлектростанции, то в этом случае, конечно, цена гигакалорий на коллекторе ТЭЦ будет существенно ниже. Если совсем коротко, вот у нас традиционно исторически в России центральное отопление в городах, где-то за рубежом, там даже в странах с таким же похожим климатом, как у нас, не централизованное, в каждом доме, даже в квартирном стоят какие-то котлы свои и отапливают жителей. Как вы считаете, в сторону не централизованного отопления нужно ли нам двигаться и какие там и там плюсы и минусы? Я считаю, что нам нужно двигаться в сторону газификации. У нас уже сложилось централизованное отопление не только в Красноярске и в Красноярском крае, во всей стране. Мы к нему привыкли, оно нам понятное, мы знаем, как его обслуживать. У нас есть вопросы и претензии к экологии. И совершенно очевидно, что решением этой проблемы будет отказ от газа, переход, отказ от угля, прошу прощения, переход исключительно на газовые решения, то есть это подвод и газа к частному сектору, и подвод газа к нашим ТЭЦ, который есть, переход ТЭЦ на газ, перевод ТЭЦ на газ. И уже после этого вот это решение, оно будет удовлетворять всех. А централизованное отопление у нас в стране пускай остается. Роман, спасибо большое. К сожалению, время у нас завершилось. Сегодня мы говорили об отопительном сезоне, о его начале. Напомню, власти обещали, точнее намекают, что именно на этой неделе отопительный сезон начнется в Красноярске. Ну и напоминаю, с нами был Роман Казаков, председатель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ». Спасибо большое, Роман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова